всем привет добро пожаловать на мой канал снимаю сегодня небольшой такой хобби влог о своих новых покупках приобрететь их их было совсем прям но очень мало ну все таки и что показать давайте покажем мне здесь нужна была точилка я купила такой вот точилочку мятного цвета на два размера карандашиков чтобы можно было здесь что-то поточить я не повезу ее с собой домой я здесь собственно гря оставлю чтобы она тоже здесь была потому что когда встал вопрос поточить карандаши у меня казалось точилки брала ее в детском мире ну что-то тоже недорого прошу прощения буду снимать без штатива потому что ты вы нет по-спартански дальше следующая моя покупка это тоже такая вот хотелочка живот уже все наверное попробовали эти карандашки мне как-то все было не с руки то нету то не до этого то еще что то но здесь вот решила приобрести к сожалению было всего лишь 36 цветов 18 карандашиков 36 оттенков они двухсторонние думаю все уже давно их знают эти карандаши мне очень понравилось я с огромным удовольствием ими пользоваться начала мне понравилось я прям не пожалела что я купила ну буду теперь искать наверное более большой уже набор хотелось бы уже на 48 а то и больше поискать взять мне понравилось рисует ярко мягко прям я в восторге они шестигранные эти карандашки ну что еще чего еще вы не знали о них наверное все уже знают эти карандаши мне очень понравились я не пожалела об этой покупке по крайней мере единственное я переживаю мне кажется они будут быстро заканчиваться потому что ну карандаш двухсторонний и по половинке ну посмотрим там как дальше пойдет собственно говоря пока что это не не так волнует я довольна очень довольна этой покупкой буду с огромным удовольствием раскрашивать ими ну и еще одна новинка которая мне появилась это вот такая вот раскрасочка это у нас далее сонг если не ошибаюсь ее раскрасочка зарубежное исполнение такое издание прошу прощения я покупала на заказывала читай город она достаточно выгодной цене была там и им девчонки заказывали ну и решила что почему нет тоже решила купить она пришла уже конечно давно мне мне все просто было как я уже говорил не с руки поснимать показать потому что и простыла немного и и собака у нас пропала уже третьи сутки к сожалению не можем найти не знаю же скоро уезжать или нет ну да ладно сейчас не об этом понравилась мне эта раскраска она мягкая здесь обложка и у нее еще как запасная обложка как это вот основная есть и вот она обернута еще как бы обложку мне очень понравилась бумага здесь достаточно плотненько мне кажется можно попробовать будет акварелью здесь по раскрашивать очень интересные иллюстрации с огромным удовольствием буду красить но уже скорее всего основная часть это будет уже дома здесь так попробовать бумагу попробовать карандаши с обложки чуть-чуть вам покажу пару может иллюстрации если получится как я уже сказала без штатива тяжеловато я надеюсь будет видно ну ты делала выкраску карандашей этих обалденной иллюстрации так понимаю про девочку здесь история разнообразные такие иллюстрации девочка с котом мне очень даже понравились на удивление я как-то сначала думала что это не мое но нет мне понравилось можно сидеть раскрашивать такие вот иллюстрации так что бумага классная достаточно такая плотненькая белая и я думаю что можно будет и по акварелите карандашами ну вот насчет маркеров не знаю или броши а вот наверное даже может и прошу подержать хотя бывает обманчиво бумага мне тоже очень нравится иллюстрация прошу прощения одной рукой такие обзоры конечно не снимешь по-человечески ну и здесь вот я не знаю зачем описание что ли у нее классная раскраска я довольна с огромным удовольствием буду раскрашивать ну вот сейчас сижу думаю нужно что-то придумать как-то и одеть в обложку потому что жалко испачкать ну и хочу попробовать ли нибудь что-нибудь начать по раскрашивать и так продолжая свой хобби влог я надеюсь вам видно начала я раскрашивать как раз таки джо да эту девочку вот куриста цен конечно оттенков хотелось бы может быть побольше чтобы было но даже теми что есть в принципе на камеру на просто этого сейчас не особо не хочет фокусироваться еще одной рукой она дрожит в общем я надеюсь что видно вполне мне нравится как и карандаши красят и бумага здесь мне очень прям понравилось как я уже говорила и нравится как карандаши наносятся и вот яркие достаточно на камеру наверно просто как же одной рукой-то книга захлопывается и все вот так получается у меня буду конечно раскрашивать докрашивать буду пробовать здесь разными материалами красить но в данном случае я вот сейчас скрашу джиота продолжаю свой хобби влог продолжаю красить вот эту вот иллюстрацию я показывала джиота эти двусторонними в целом я довольна карандашами может быть не совсем хватает ни оттенков хотя в принципе пока таких затруднений не было с тем что не хватает я пока очень довольна этими карандашками с огромным удовольствием краше ну уже как вы поняли дома и уже это все пойдет быстрее я думаю и иллюстрации будет больше в этом месяце так как уже все-таки дома так что вот продолжаю красить но и хочу показать одну новинку которая у меня появилась лет слова это не новинка даже эта покупка просто как-то так получилось она пришла именно в отпуске но не показала сначала думала чуть позже покажу каких-то покупках не получилось потом решила что ну приеду покажу но не знала как ее показывать из-за того что ну знаете я в отпуске не хотелось открывать чтоб не сохли не портились думаю ну как я покажу а рисовать ими буду показать как рисует уже дома ну в общем не срослось давайте покажу сейчас тем не менее они пришли достаточно такие огромные подушечки так берем эту попытку отсюда вот такие вот district оксид это подушечки для штампинга но я брала для фонов вот такие большие пришли я смотрела у девочек малюсенькие эти более такие огромные и достаточно дорогие но взяла надеюсь что будут рисовать потому что но опять же до месяц пролежали они дома и в отпуске там и привезла в общем я взяла вот такой оливковый цвет такой винтажный ведь коричневый фото винтаж называется цвет вроде как то так дальше я взяла не голубую такую мы откроем с вами попробуем я просто пока показывает что брала а в общем все что было и взяла там пару только не стала брать фиолетовый такой вот красивый вот такой розовый интересный и вот такой вот ну что-то знаете между зеленым и серым что такой непонятно красивый цвет в общем взяла я показывала перед уездом что мне пришли подушечки как раз таки для этих целей вспомнить бы куда их делом первый день собственно поэтому да вспомнить бы куда убрала куда что положила но это не проблема конечно же это все сейчас потихоньку вспомнил найду покажу не переживаю за это ну и давайте попробуем вопрос только в принципе мне есть спонж есть что угодно чем попробовать не проблема как я уже сказала такие они огромные прям большие достаточно и вот такие вот подушечки но я смотрю их растопыливает видимо да нет очень даже неплохо пропитаны я так поняла у них есть если постараться можно найти заправку чтобы это все хотела заправить можно найти заправку знаете какой не взяла девчонки я не взяла желтый наверно все таки мне пригодилась так еще посылки пришли мне я так и не поняла что это вот такие крылышки наверно клейка какая-то или что или их можно как я даже не поняла что это не подписано по крайней или по-русски такая пленочка что с ними делать может куда-то переносить их на под наклейку или что в общем не знаю так и не поняла что с таким будем разбираться видите куда-то сделать как страничку или что может не знаю ну и сами еще положили в подарок положил продавец сами вот эти штампики для скрабукинга для каких-то может открыток для страничек каких-то интересных в планерах водяна в ежедневник в общем кому что ну здесь такая тематика почты я так понимаю все на тему почты за что тоже спасибо почему нет пригодится я сейчас даже не знаю чем попробовать не хочется сейчас копошиться бегать искать эти штампы сами эти подушечки чем наносить у меня есть была в планах вот такая иллюстрация с петушку даже не знаю каким цветом его тут фон сделать мне как-то хотелось желтым прошу прощения мне больше хотелось имел таким желтым все таки но можно в общем-то и голубым можно это все разносить растирать видим палочкой не очень это удобно можно будет потом это все дело разносить я так понимаю потом это можно будет намочить и будет интересно давайте попробуем что из этого получится не совсем вообще уверена что у меня что-то из этого получится потому что достаточно такой плотный получается так нанесла первый слой немножко намочила интересный получается эффект но в некоторых местах многовато нанесла но это тоже не критично плюс это не окончательно сделаны не окончательный результат пока учусь пока пробы потому что они не совсем не так как вот обыкновенные подушечки здесь видим они как такие маслянистые но будем пробовать разбираться как этим пользоваться так продолжаю свой хобби влог небольшой вот такой вот получается фон ну и как уже говорил еще не доделала я тут попробовала карандашом поверх рисовать ну как-то немножко испугалась все равно да что вот получится мне не получится потом что-то закрасить так как залезла на рисунок но вы знаете хорошо все ложится по крайней мере попробую показать все прекрасно ложится в принципе никаких проблем даже вот светлый желтеньким хорошо ложится окристый так что в принципе тут дело наверное больше набить руку правильно пользоваться этими штампиками и будет нам так скажем счастье в целом я довольна можно разные эффекты делать здорово так что буду учиться просто такой пробный заезд конечно же нужно было наверное где-то на распечатке попробовать ну да ладно это не критично это все раскрасть а может это под фон еще потрясуется под затемница в целом мне очень даже понравится это не поверьте я искала эти растушевки они мне вот перед носом там лежит глазами устала до сегодня первый день после отпуска ну даже не после отпуска скажем так после перелета только прилетела еще конечно немножко уставшим в общем вот такой небольшой получился у меня хобби влог в целом я довольна буду красить штампиками как я уже сказал они разные немножко конечно непривычно для меня таки более плотные густые что тоже в общем то неплохо в главном просто к ним приноровиться стоит я брала на экспорт на алиэкспресс повторюсь небюджетно прям очень небюджетно здесь у меня сколько так 6 штук ну где-то и вышло в районе 7000 поэтому там даже на алиэкспресс не дешево но если допустим по одной просто не совсем выгодно это наверное будет заказывать но в целом раз можно себе позволить вот такой вот получился небольшой влог спасибо кто был со мной спасибо что посмотрели пишите комментарии кому понравилось ставьте лайки ну кому не понравилось можно дизлайки не возбраняется да не запрещено но хочется видеть что все таки было хоть чем-то хоть немного полезно конечно где много на мазюкла не очень хорошо но все это поправить мы все это исправим в целом можно так как с водой немножко он начал под она ничего не просвечивает не протекает так как вода немножко листочек видите пытается загнуть но это тоже опять же не критично в общем буду прощаться такой небольшой вложек дальше будем уже делать что-то с вами интересно всем хорошего осеннего настроения на дворе осень пока пока